сейчас расскажу как пользоваться вот этим продуктом хорошие но пользоваться им как бы нужно научиться значит первое из того что я понял то есть материал должен быть не должно быть воды то есть вода наш враг то есть вот материал нужно не размешивать ничего вот как он есть такое есть значит берем из ведра готовый намазываем намазывать нужно очень быстро потому что совсем другой принцип работы с любыми другими материалами отличается очень сильно значит заполняем полностью все вот если я плитка веду допустим вот в она то есть один фит на два я делаю не больше четырех плиток беру конкретно ровно столько сколько мне нужно на 4 плитки вот совсем чуть-чуть вот замазал раз два три 4 все больше нет смысла потому что иначе просто материал уходит в мусор то есть потом берем губку споласкиваем чтобы она была чистая и выжимаем практически до суха и потом вот такими круговыми движениями мы затирку втираем швы потому что если мы добавим губка будет более влажная то есть остается легкий такой легкий налет обязательно все все вытирать то есть не позволяет плитки не позволять грунту высохнуть потому что если он высохнет то есть это будут проблемы то есть обязательно потом вот когда вы сделали протерли сторону то есть обязательно вертикальный прямо по шву вдоль шва нужно пройтись обязательно поехал выровнять мне надавливая но плитка практически сухая то есть губка губка не должна быть влажная то есть вы вытираете вот такими движениями вдоль шва все тогда вы как бы не будете мучиться то есть изначально я когда перешел на этот материал очень сильно начался то есть я прямо думаю ну почему он такой то есть я перешел с эпоксидного гроута вот кстати хочу показать в чем разница видите когда много воды добавил то есть вот это лечится вот так вот он постепенно он стекает то есть исправить нельзя то есть вот так вот просто до конца доводим и придется потом эти швы перезаполнять потому что если я это сейчас сделаю это не поможет но ни в коем случае нельзя дабы до допускать чтобы раствор высохнул на плитке то есть вот здесь я допустим сделал вот у меня она вся покрыта как бы пятнами мне потом нужно будет брать наждачку прямо ряд наждачку мочить ее водой и чистить потому что вот эту сторону я сделал хорошо вот плитка чистая а здесь я начал поторопился меня отвлекли я нам не здесь высохла и когда я по телефону ответил пришел все она мне уже высохла и вот я пришел как бы я мучился мучился не успел я и вот сейчас практически вот эту всю сторону всю вот все что я заполнил мне нужно будет поверху потом еще раз перетирать сейчас бесполезно раствор должен высохнуть то есть не допускать чтобы он высохнул то есть вы должны его убрать до того как он высохнет это прямо основное правило при работе с этим материалом и так все будет как говорится все хорошо и будет вам счастье потому что если он высохнул он оставляет такой след он как бы не жирный какой-то след но его потом физически физически очень тяжело удалить то есть это практически нужно механическая очистка это нужно брать наждачку губку и скребать все сейчас еще покажу сейчас буду постепенно делать переходить от одной стороны вот видите здесь какие же вы хорошо хорошие получились вот они то есть вот это хороший шок получился все и нужно ждать когда он высохнет больше ничего не добавлять не ничего делать не надо сейчас я перейду наверх и буду наверху делать сейчас еще сбоку покажу как повыше поставлю то есть как это все выглядит еще раз так берем граут и вбиваем его в шок прямо берем чуть-чуть потому что я говорю если вы намажете больше вы просто весь смоете и толку никакого не будет то есть расход увеличивается практически вот вот сколько вы его в мазали все чувствуете подсыхает бросьте 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 соберите его обратно внутрь и вытрите то есть не допускайте еще раз повторяю не допускайте чтобы высохнул на плитке все вот такими движениями как бы вы втираете его в сам шок делайте по чуть-чуть потратите меньше времени чем вы сделаете все и потом будете вытирать это все все вот прямо сделали шов вытерли сделали следующий шок прямо конкретно в каждый шок забили вытерли меньше времени потратите еще раз показываю то есть способ забудьте про обычный способ когда делаешь много а потом вытираешь нет этот способ не работает вот прямо чуть-чуть берем вот вот шок намазали все все этот вытираете вот так просто вытираете и круговыми движениями втираете вот только внесли и и потом заключительными то есть вот прямо по шву проводите для выравнивания шва чтобы он не был такой шершавый чтобы он вот так вот проходился все вот это законченный вариант вот везде где у меня где я допустим пытался добавить там затирку добавил воды чуть-чуть она у меня подсохла добавил ее опять нужно ждать опять показываю вот прямо берем вот столько совсем чуть-чуть конкретно на каждый шов вот например взяли одну плиточку прошли ее вокруг и затерли я взял вот 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 я все Потому что сохнет очень быстро И потом заключительные Обязательно полировочные движения Вот так вот По всей длине шва Все Следующий Как бы вот эту сторону делать